Всем огромный привет! Меня зовут Яна, я рада видеть вас на своём канале. Я думаю, что если вы не впервые на моём канале и посмотрели уже некоторые мои ролики, вы даже немножко удивлены названием сегодняшнего видео. Да, я сама немножко удивлена своим порывом к созданию такого видео, но мне захотелось поделиться с вами своими ароматами, своими мыслями касательно некоторых ароматов. Некоторые у меня закончились, и, возможно, вы мне что-то классное посоветите, что-то я купила новое, что-то у меня на середине использования. Я вообще хочу поделиться, немножко с вами поболтать. Я люблю обмениваться мнениями касательно ароматами с другими людьми, потому что мне очень интересно, как другие люди их описывают, мне очень интересно, как они их воспринимают. Я совершенно не ценитель и даже небольшой любитель ароматов. Я обычный пользователь, который приходит в самый обычный парфюмерный магазин либо магазин Дети Фри все нюхает и по позову своего сердца, скажем так, либо носа выбирает аромат. Я ни в коем случае здесь не претендую на какие-то профессиональные описания ароматов. Я буду их описывать так, как я их чувствую. Конечно, у меня есть заготовленные некоторые шпаргалки, потому что без них, боюсь, что я вообще мало что смогу сказать. Но я думаю, что вам должно понравиться такое видео. Пишите просто в комментариях ваше мнение касательно ароматов, касательно этого видео. Хотите ли вы обзор на какие-то ароматы, можем ли на них снимать. Но, опять же, я никак по себе не чувствую, не представляю себя профессионалом, экспертом в этом плане. Я обычно пользователь, но коллекция у меня не маленькая на самом деле. И вообще она у меня начиналась с прекрасного бренда Versace. И долгое время я пользовалась только продуктами этого бренда. Мне они очень нравились. Но был какой-то момент, когда я поняла, что да, это классно, это моя база, но нужно пробовать что-то еще. Поэтому да, здесь будет, в принципе, немало Versace и похожих на Versace ароматов. Но я хочу сейчас что-то менять, поэтому что-то у меня заканчивается. Я не буду повторять, что-то у меня новое, что-то у меня закончилось. И я не знаю какого-то аналога. Возможно, вы что-то знаете, возможно, у вас схожий со мной вкус. Поэтому делите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Прежде чем мы начнем, я, как всегда, хочу вас попросить подписаться на мой канал. Это весьма помогает его развитию. Поставить лайк под этим видео, написать комментарий обязательно. Нажимать колокольчик, чтобы вы будете всегда в курсе выхода моих новых видео. Как я уже сказала, видео про ароматы я вам не могу обещать часто. Но если у вас будут такие запросы, я обязательно буду снимать. А вообще на моем канале входит много видео про бюджетную косметику, про белорусскую косметику. Мы говорим зачастую про люкс, про уход. Поэтому обязательно подписывайтесь и будем с вами вместе общаться и говорить про нашу любимую тему косметики. Ну что, давайте будем начинать. И как я уже сказала, поскольку когда-то моя коллекция ароматов начиналась именно с бренды Versace, я хочу рассказать про свой любимый аромат. Когда-то я этот аромат услышала на какой-то достаточно взрослой женщине, так скажем, девушке, взрослой девушке. И мне так понравился шлейф, что я не держалась. Я спросила, что это за аромат. Мне сказали, что это потрясающий кристалл муар. Я пошла в магазин, увидела его цену и немного даже ужаснулась. Я понимала, я тогда была, наверное, студенткой на первых курсах и у меня не было средств, чтобы его купить. Я на самом деле очень расстроилась. И потом, когда я накопила деньги, купила свой первый аромат. И с этого момента у меня не было никогда времени такого, чтобы этого аромата у меня не было в наличии. Он у меня может заканчиваться, он у меня может быть новый. Я могу им не пользоваться не каждый день, могу иногда им пользоваться буквально раз в месяц, а иногда могу целую неделю пользоваться. Но этот аромат я обожаю всей своей душой. И несмотря на то, что многие говорят, что этот аромат более для взрослых женщин, таких женщин в пиджаках, рубашках, которые знают, чего они хотят, которые уже многого добились и с характером. Несмотря на то, что мне 26 лет, я прекрасно в нем себя чувствую. Многие мои знакомые, друзья, они говорят, что этот аромат на мне вообще по-другому раскрывается. Во-первых, это такой пряный аромат. Аромат, я бы сказала, тяжелый, восточный и необычный. Это совсем не про сладость. Это про какие-то тонные нотки для меня. Я бы сказала, наверное, по-хорошему этот аромат нужно наносить вечером, на какие-то хорошие выходы, на свидания. Но у меня бывает такое настроение, что мне хочется уверенности, мне хочется добавить что-то в себя, такую нотку, которая обращала бы внимание на меня. Я наношу тогда этот аромат. Этот аромат нравится мужчинам. Наверное, больше всего компания получают мужчин. И этот аромат, он очень делает вас заметным. И этот шлейф, который остается после этого аромата, он по-любому цепляет того, кто с вами находится в достаточно близком контакте. Он хороший, он хороший по стойкости. Я могу снимать вечером себя одежду после рабочего дня, слышать аромат. Хотя я к нему уже так свыклась. Я за большое количество времени, впервые попробовала в году 2012, то есть вот за 8-9 лет, я к нему уже очень свыклась. И когда он на ком-то, я могу даже его не слышать, либо не замечать на себе. Если я делаю какие-то резкие движения, если я снимаю одежду, я, конечно, его слышу, но вообще, я бы, мне кажется, с ним родилась. Поэтому да, это мой бриллиант в моей коррекции. Это тот аромат, который у меня будет до тех пор, пока я не скажу, всё, хватит, мне это надоело. Вот этот аромат мне привозили из Дьюти Фри из Америки, наверное, года полтора назад. Да, полтора. И я хотела именно этот, но мне купили ещё, как к нему сопровождение, вот такой вот Брайт Кристалл Абсолют. И честно вам скажу, я сначала даже хотела на руках сказать, что выбросили деньги на ветер, потому что по первому впечатлению мне он очень не понравился. Мне показался он лёгким, он показался мне таким легкомысленным, простым, фруктовым. Но с течением времени я поняла, что это аромат, наоборот, который у вас несёт, от вас такая лёгкость, невесомость, вы такая в платье идёте, платье у вас летит. И этот аромат, он очень такой женственный, он говорит о вашей свежести, о вашей открытости, о вашей лёгкости. Когда я с ним, и если я на каблуках, я себя чувствую просто вот летящей, невесомой. И это очень ненавязчивый аромат, он не такой стойкий, не такой обращающий на себя внимание, как Кристалл Нуар. Но, будем говорить честно, этот Кристалл Нуар выходил в начале 2000-х, вот этот выходил уже в 2000-е, если я не ошибаюсь, в 2013-м, либо в 2014-м году. И, конечно, это уже более такой современный аромат, да, его сложнее на ком-то встретить. Всё-таки чаще я встречаю вот этот аромат, но об этом аромате я его почти уже допользовала. И сначала я думала, что как мне надо было быстрее допользовать, честно вам скажу. Меня прям расстроила эта покупка, она стоила мне бюджетно, я переживала, что на мне потратили такие большие деньги. Но потом я, наоборот, словила такой кайф от этого аромата, и сейчас хочу найти какой-то аналог. Тоже что-то интересное, похожее. Если что-то не найду, то куплю, обязательно куплю такую же банку. Также в Дар, как человек, который обожает Versace, я получила буквально год назад очередные Versace. Это был набор, где был крем и парфюм. И, честно вам скажу, к этому аромату я ещё никак не привыкла. Я очень редко им пользуюсь, иногда берёт его в пользование моя мама. Она говорит, что для неё этот аромат просто супер. Почему? Он мне не нравится. Что вот этот аромат, что вот этот Crystal Bright Absolute, вот этот, он цветочно-фруктовый. Вот этот же чисто цветочный. И в нём нету чего-то сладкого. Мне хотелось бы туда нотку какой-то сладости, чтобы кроме фужерных и цветочных ароматов здесь было что-то ещё сладкое. Мне кажется, он бы мне больше заходил, больше нравился. Но, в принципе, он на мне интересует. То есть люди спрашивают меня, что у я на такой, какой у тебя сегодня новый аромат, какой очередной на тебе Versace. Но, к сожалению, почти за год того, как он у меня есть, он не вошёл в мой топ. Возможно, если вы любите более свежие, более такие свеже-холодные ароматы, больше свежесть, точная свежесть, то он для вас больше подойдёт. Поэтому, да, он у меня в пользование, но, к сожалению, не в таком частом использовании. Дальше, если говорить обо мне, то мои бы знакомые сказали, что после ароматов Versace я люблю ароматы от Beyonce. Да. Когда я купила свой первый аромат от Beyonce, я хочу вам сказать, ну, я думаю, что он вам вот этот, он называется Hit. Вы скажете, что он очень вам похож вот на вот этот, да. И да, для меня это очень похожие ароматы. Это аромат страсти для меня. Это аромат, который на себя обращает внимание, обращает внимание мужчин. Это аромат, который к вам как будто приклеивается, и он потом приклеивает внимание других людей на вас. Он интересный, он томный, я бы сказала, этот аромат. И первое время я его покупала в Швеции, если я не ошибаюсь. И он был тогда прям новинкой. И я вам хочу сказать, что пока я не была на первом концерте Beyonce, когда я его открыла, понюхала, и я поняла, что да, вот Beyonce такая. Вот такая, да, то есть если вы послушаете какой-нибудь её альбом, то вот какая для вас будет Beyonce в альбоме, такая вот Beyonce будет вот в этом флаконе. Вот в этом вся она. И когда я была на концерте, я почему-то вспомнила про этот флакон духов, подумала, что я не ошибалась. И мне он очень нравился, и там на самом деле не так уже много продуктов. И на самом деле, пока я его, ну, наверное, пока я не использовала больше половины, я от него просто тащилась. И я переживала, что я его больше нигде не вижу, и что мне он так нравится. И скорее всего, это был, по-моему, если не ошибаюсь, лимитка. Его сейчас можно на eBay, наверное, купить только. И я переживала, потому что мне он так нравился. Он такой вишнёвый, какой-то такой, нет, там не так много вишни. Он тоже будет мускатный, скорее всего, вишнёвый, восточный аромат. Он из 2016 года, этот аромат. И он такой вечерний, тяжёлый, но женско-тяжёлый, если можно так сказать. Я даже не знаю, есть такое слово, но я думаю, вы понимаете, о чём это. Это о каком-то ресторане, о какой-то вечеринке, о каком-то свидании. Очень такой интересный аромат. И я вам скажу, я его любила. Но потом что-то произошло со мной, и мне он стал тяжёлым. Мне он стал слишком навязчивым, я его на себе слышу. И я его не могу никак добить, потому что даже когда я его ношу вечером, мне в нём тяжело. Вот. Но Бьонса вот такая. Она не тяжёлая, нет, она прекрасна, на самом деле. Я большая поклонница. И потом, когда я уже сходила на концерт Бьонсе, я была очень воодушевлена. Это было в Варшаве. И я зашла в Варшаве в магазин и увидела вот такой вот хит очередной от Бьонсе. Я даже, чтобы вы понимали, не нюхала тестер. Нет, я не пыталась понять, что это за аромат. Я просто сходила в банку и побежала. У меня, на самом деле, не было так много времени. Если я не ошибаюсь, называется Hit Seduction, и тоже он 16-го года. И, как вы видите по его количеству, не идёт он мне. Он тоже, он всё-таки цветочный, но цветочно-пудровый. К сожалению, здесь такое соотношение пудровости, цветочности. И здесь, мне кажется, ещё есть такой аромат замши, который не совсем для меня. Он для меня суховат в плане аромата. Мне хочется, чтобы он был с каким-то ещё интересным восточным ароматом. Чтобы было что-то такое тяжеловато-восточное, может быть, что-то утяжеляющее его. Оно, сам по себе аромат, конечно, интересный. И есть любители этого аромата, я знаю, и на мне он многим нравится. Но я сама в нём себя чувствую дискомфортно. Мне как будто, я не знаю, реально сухой для меня аромат. Хотя пудровые ароматы — это те ароматы, которые я люблю. Я обожаю, я люблю пудровые ароматы на других дамах. Я обращаю всегда внимание, я всегда спрашиваю, что это за ароматы. И у меня дальше будет пудровый аромат. Но, к сожалению, этот у меня никак не идёт. И, честно вам скажу, это тот случай, когда... Не то чтобы мне его жалко подарить, просто для меня это ценно как воспоминание. Для меня это ценно как experience. Как? Вот я вспоминала, как я была на концерте Beyoncé. Это было все действительно концерты. Был последний тур, который она давала. И поэтому для меня это воспоминание об этом. Я его не могу и не хочу никому передаривать. Но сама, к сожалению, почти его не ношу. Дальше. Если мы заговорили про пудровые ароматы, то сейчас я вам покажу пудровый аромат, который у меня закончился. И недавно я была в Duty Free, хотела купить себе этот аромат. К сожалению, его там не было. Я поищу его у нас в Минске, поищу в интернет-магазинах. Но если вы знаете, где его можно купить, либо если вы знаете какие-то близкие к нему аналоги, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне реально будет очень интересно. И я, возможно, сейчас ошибусь в названии, в произношении. Давайте мы на это не обращаем внимания. Тут многие ароматы все называют по-разному. Поэтому мы сегодня говорим просто о ароматах и наслаждаемся. Это аромат Emotione Dolce Fiore от Salvador Ferragamo. Здесь у меня было всего лишь 30 мл. И для меня это пудровый аромат. Вот пудровый, да. Я на самом деле никогда не думала, что я так влюблюсь в пудровые ароматы. Когда я попробовала этот аромат, и сначала он мне не так уж слишком понравился, поэтому я купила всего лишь 30 мл. И где-то на середине его использования я поняла, что это восхитительнейший аромат. И я потом пожалела, что я не купила больше, и что я не взяла две, например. Он очень лаконичный. У него классная упаковка. Здесь вот что-то под кожу сделано. Она классная. Это классная упаковка, чтобы взять с собой в путешествие. Это классная упаковка, чтобы держать ее возле вашей косметички, чтобы брать какой-то с собой. Он и пудровый, и свежий. Он ненавязчивый, он интересный. Это не тот аромат, который встретится на почти каждом встречном. Нет, но этот аромат обращает на себя внимание. И этот аромат я очень любила весной, ранней весной, когда меняется воздух, кажется. Мы как будто дышим очень свежим весенним воздухом. И вот мне нравилось на себе его ощущать. Поэтому если вы что-то знаете подобное, либо где его можно купить у нас в Беларуси, может быть, даже не в Беларуси, оставляйте просто ссылку, мне будет материально интересным. Дальше покажу аромат, который у меня есть тоже всегда. Это один из первых люксовых ароматов, который я могла себе купить, который я себе купила. Тот аромат, который я в детстве видела в глянцевых журналах моей мамы, и никогда не могла подумать, что этот аромат потом будет всегда у меня. Так как он уже очень возрастной, так скажем, у меня маленький его объем, всего лишь 30 миллилитров, потому что не так часто я им пользуюсь. Но бывает у меня настроение, когда я хочу именно этого аромата, это известный Кошарель Амор Амор. Что я могу сказать об этом аромате? Я его люблю на себе ощущать осенью почему-то. Я его люблю за его ненавязчивость, но вот за эти фруктовые ноты, которые есть. Я на самом деле поклонна за фруктовых нот, фруктово-цветочных нот. Я люблю мускатный орех, я люблю аромат замши, который есть, да. То есть все нотки я просто обожаю. Но этот Кошарель для меня пахнет чем-то таким, что я не могу описать, но вот для меня это аромат осенней свежести, например. Я очень люблю осенью, хотя казалось бы, он по своему аромату больше похож на такой цветочный, на глубоко цветочный аромат. Обожаю, но это классика. Я, наверное, тут ничего нового не скажу. Наверное, наоборот, могу сказать даже какие-то глупости по своим личным ощущениям. Обожаю Амур Амур, Кошарель. И, наверное, никогда в ближайшее время не будет такого момента, когда у меня его не будет в запасе. Дальше покажу аромат, который у меня заканчивается. Я тут постараюсь миксовать что-то потяжелее, подороже, посложнее, с совсем прям бюджетными ароматами. Это аромат от Ивроше, который они сняли с производства. Как видите, у меня две банки, и они не закончились. Они закончились, они почему-то прямо на дне. Когда появилась информация о том, что они снимают их с производства, я побежала в Ивроше, вот прям реально таки было, и купила две банки. У меня тогда как-то было ограниченное средство, я подумала, что две банки, я себе могу его позволить. Тем более у него есть срок годности, ароматы портятся все-таки. И я адекватно поднесла, поняла, что мне двух банок будет достаточно. И так я понимала, что больше такого я не куплю. Я его растягивала, и у него уже подошел конец срока годности, и он подпортился на самом деле. Хотя это мой любимый, старый, горячо любимый Ивроше. Для меня этот аромат, у меня именно Нуа до Коко, это кокос. Я в принципе не особо любительница кокоса, аромата кокоса. Для меня это не та душка, которая меня цепляет. Но это такой простой, такой незатерливый, но такой прекрасный аромат, который я очень расстроена от того, что сейчас его невозможно купить, и что я не могу им пользоваться, и менять все банки одну за одной, потому что у меня действительно он заканчивался. Я шла в Ивроше, покупала себе новый, и как только я не знаю, как я хочу сегодня обращать внимание всех на себя, как только я не знаю, какой я сегодня хочу быть, как только наступают жаркие дни, это был мой фаворит. К сожалению, к большому сожалению, его купить уже больше нельзя. Я расстроена, но хочу себе что-то подобное найти, поэтому если вы что-то знаете, пишите в комментариях, мне очень интересно, я буду что-то пытаться пробовать искать. Но хочу вам сказать, что для меня это аромат Франции, хотя понятное дело, что аромат кокоса, это не аромат Франции, я тоже свой первый аромат от Ивроша привезла именно из Франции. И на фрагматике написано, что он 16-го года, насколько я помню, нет. В 16-м году они просто, мне кажется, поменяли упаковку. Мне кажется, даже немножко подпорт, все подсветывает, мне уже кажется, я просто забыла, какой он в своей, в натуральном виде, скажем так. Вот, мне кажется, в 16-м году они просто меняли упаковку, но аромат остался тот же, который вот был давно. И еще мне стрельники очень нравятся бурбонская ваниль, но мой любимый был кокос. Ваниль я тоже любила, Натасе покупала ваниль, но, к сожалению, я эти пупелочки уже выброшу. Покажу еще один аромат, который у меня почти-почти закончится. Мне кажется, там на одно использование. И вы не поверите, это очень бюджетный аромат от Oriflame. Это Delicate Cherry Blossom, и под названием он должен пахнуть какими-то вишнями. И я его сама не покупала, мне его подарила моя знакомая, которая занимается продажей Oriflame. И она сказала, что вот, у меня есть аромат, слушай, я не люблю ароматы вишни, вот тебе обычно нравится, что такое вишневое, кедр, опять же, замша, да, тебе понравится. И я тоже его не нюхала, он просто мне отдавал запечатанную духовку, я его даже не сначала открыла, а потом, когда открыла и попробовала, поносила его на себе. Для меня это аромат свежести. Этот аромат я носила на себе всегда летом, в очень жаркие дни, когда тебе хочется пахнуть свежестью, ненавязчивостью, никому в транспорте за километр не пахнуть своим прекрасным ароматом, когда тебе хочется быть очень деликатной, но свежей, и не такой заметный, да. Я проверила, он все еще есть в Арифлейм, поэтому вот у меня тут на одно, наверное, использование, на два осталось, и я себе куплю новую. Честно скажу, куплю, потому что мне его не хватает в моей коллекции. Дальше. Показываю вам в своих новинках косметики вот этот аромат от Versace Реджинс. Я была недавно в Дьюти Фри, и хотела я там купить себе Дольче Габана императрицу, и в Дьюти Фри ее не было, я не знаю, как такое может быть, и я в расстроенных чувствах хотела прям вообще уже выйти без ничего, но решила, что выйти и ничего не купить по хорошим ценам, и я поняла, что у меня никогда не было от Versace из их некий джинс, у них есть, по-моему, Blue джинс и Red джинс, Blue мне никогда не нравились, я не знаю почему, но вот эти Red, я у нас даже в Минске в Крафте пыталась присмотреться к ним, но не тот у меня было, не то настроение, не тот настрой на аромат, и мне он тогда не понравился. Но сейчас для меня я поняла, что это классный аромат на летний вечер, вот выйти куда-то в ресторан, ненавязчиво в кафе, в бар, посидеть с друзьями, ты будешь классно пахнуть, свежо, ароматно, такие ароматы фруктов, ароматы какие-то, аромат фруктов, который такой шлефовый, я бы сказала, это старый, на самом деле, аромат, он выпущен еще в 1994 году, он цветочный, он фруктовый, да, здесь есть что-то пудровое, он для меня, вот если можно аромат описать цветом, то он для меня розовый, но не навязчивый розовый, а аромат такого нежного розового, да, такой вот нежно-цветочно-розовый, классный оказался аромат, несмотря на то, что он такой вот идет в упаковке, казалось бы, что он был какой-то такой прям, ну, как эта девушка в джинсах, то есть, что-то такое молодежное, такое, что посложнее по запахам кожи, возможно, да, нет, он очень даже интересный, и да, это что-то вот мое, я примерно такие ароматы и люблю. Дальше покажу вам аромат, который, наверное, у меня не совсем сейчас будет логично видеть, это Элизабет Артен, и это классическое пятое авенео, когда это себе этот аромат привезла из Майорки, и хочу сейчас сказать вам, что сейчас этот аромат, видите, что я привезла из Майорки, и вот еще, ну, уже, конечно, меньше, чем половина, но немало его еще есть, и опять же, этот аромат, он мне по настроению, я его люблю на себе зимой, в остальное время года я его на себе не очень люблю, он мне кажется уже слишком серьезным, да, то есть летом я его не люблю, весной он для меня сложноват, поздней осенью, ноябрь, декабрь, я люблю им пахнуть, потому что, когда у нас все такое серое, когда нет снега, когда не устраивает все, что у нас есть вокруг, а хочется как-то приятно пахнуть, пахнуть не чем-то сложным, а чем-то приятным, не самым навязчивым, то я им пользуюсь, но опять же, это совсем не мой фаворит, но опять же, у меня это ассоциируется с моей поездкой в Испанию, я люблю на себе на Майорку, я вспоминаю, как я там классно отдыхала, и у меня это больше аромат, серое путешествие, путешествие, вот, какое-то свое такое воспоминание, я его в этом плане не люблю, но сами ароматы от Элизабет Артен я на самом деле люблю, у них есть классный аромат с зеленым чаем, если я не ошибаюсь, очень легкий, очень ненавязчивый аромат, аромат, который вам подойдет, если вы любите свежие фужерные ароматы, если вы любите, вот, не знаю, все, что с зеленым чаем вы любите, да, он такой, он вообще, он простой, он легкий, он на лето, он на жаркие дни, он, этот аромат, он, наверное, не сделает вас самый заметный, не заставит людей обращаться, оглядываться на вас, нет, но вам будет самой приятно с ним, очень такой свежий аромат, аромат постиранного, мне кажется, свежего белья, и сейчас вот в Дьюти Фри я решила прочитать еще от Элизабет Артен, я люблю этот бренд, на самом деле, у них классный уход и классные парфюмы, и это аромат девятнадцатого года, и он называется Пятый Авеню, но он уже называется Нью-Йорк Ред, и это более, более молодежный вариант, если вы понимаете, о чем я говорю, то есть это уже не такой вариант статусности, это не вариант чего-то сложного, это не аромат каких-то сложных нот, которые будут раскрываться, и вы такая вся в вечернем платье, нет, но этот аромат я все-таки приберегу больше к зимнему периоду, потому что для меня на лето он тяжеловат, этот аромат, хотя я слышу здесь даже аромат ландыша, да, он цветочный, он фруктовый, он несложный, и он не сладковатый, и в принципе, мне он очень даже нравится, но сказать, что этот аромат, я могу себе с ним летом ходить, и даже, наверное, ранней осенью, нет, я вот к нему пытаюсь как-то принюхаться и понять, о чем он, да, мне он на женственность, мне он на женственности, и в принципе, он не такой аромат, когда вы зайдете в офис, и просто это облако покроет всех в вашем кабинете, нет, вы будете сидеть, возле вас прекрасный аромат, у вас будет вытаскивать, что это на тебе, но вы никого не будете им душить, и еще один аромат, который тоже у меня не так давно появился, но этот аромат уже совсем не новый, он появился в конце 2000-х годов, седьмой, восьмой год, это Calvin Klein, и это Into You, да, Into You for Her, и честно вам скажу, вот этот аромат, он и цитрусовый, и фужерный, и там есть какая-то пряность, и есть ваниль, и честно вам скажу, я Calvin Klein, кроме, наверное, Euphoria, больше ничего мне не нравилось у них, но вот этот аромат, он заставил обратить на себя внимание, он что-то имеет и древесное в себе, и он на самом деле недорогой этот аромат, наверное, за евро 40 его можно купить, как мне кажется, но я его люблю, и вот такая в нем упаковка, он никак не говорит про какой-то такой тяжелый аромат, он больше говорит про ненавязчивый аромат, про цветочный, цитрусовый, про фужерность, да, про ваниль, но это не дешевый ваниль, это не совсем что-то, что-то простое, это свежие цветы, свежая ваниль, это пряность, что-то даже есть пудровое в нем, поэтому сложно мне даже описать, он сложный на самом деле в плане своих нот, в нем очень много интересных компонентов, но они все не такие активные, они как будто есть немножко того, 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 и все вместе тут делают такой нереальный, легкий аромат, и свежий, и цитрусовый, и фужерный, и я его обожаю, поэтому, да, это один из моих фаворитов в последнее время, и еще хочу вам показать аромат, который у меня в тестере, но почему хочу вам показать, потому что сначала мне он не понравился, а вот сейчас я хочу купить аромат, потому что я его получила когда-то у нас в магазинах Космо, это у меня на самом деле пробник, мне он не понравился, это United Colors of Benetton, и это, по-моему, Purple называется, в общем, это фиолетовый который, и хочу вам сказать, что мне он не совсем-то и понравился, он тоже вышел в конце в 2017-2018 году, и хочу вам сказать, что для меня он изначально показался очень таким простым, плоским, с каким-то очень простыми нотами, и у меня, да, пробники, и знаете, что то, что пробник, это совсем не то, что будет у вас в банке, и я потом поняла, что когда вот я с ним похожу, остаток его на себе мне очень нравится, поэтому думаю, что да, поищу, если его можно достать в продажу у нас, то обязательно куплю и попробую его поносить именно в качестве аромата, не вот пробника, а аромата, и почему мне он понравился, мне кажется, что, опять же, в моем студенческом году у меня что-то было очень похоже от Zara, я его обожала, этот аромат от Zara, и я помню только его физически, но в магазинах больше потом нигде не видела, к сожалению, и вот мне он очень похож, поэтому хочу его, если говорить, что в нем, он, например, сладкий, тут есть почули, есть и цитрус, есть и цветы, есть что-то древесное, есть что-то пряное, то есть на самом деле по своему составу он не такой простой, да, хотя это масс-маркетовский магазин, ладно, не масс-маркетовский, это что-то волик премиум, да, то есть магазин, который делает одежду, вернее, продюсер, который делает одежду, тут у него такой аромат, и честно вам скажу, я первый раз понюхала, попробовала, мне не понравилось, а потом я его распробовала и поняла, что зря, 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 и что обязательно нужно купить полную версию и попробовать поносить его на себе. Ну что, вот это мои все ароматы, которые сейчас у меня есть, которые у меня заканчиваются либо появляются новые, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что любите вы, что вы из этого пробовали, какое у вас к ним отношение, может быть, что-то вы мне посоветуете. Я, опять же, не претендую именно на какое здесь интересное описание ароматов, это моё отношение к ним, моё к ним, восприятие моё их, это то, как я их чувствую, как я их чувствую на себе, как я их воспринимаю на других, какие-то мои ассоциации, поэтому я думаю, что вам должно было понравиться это видео, я думаю, что вы провели время легко, зря, кофе либо чай, и вот в моём таком болтании о моих ароматах. Делитесь, пожалуйста, в комментариях вашим мнением касательно ароматов, что вы любите, какие ваши любимые ароматы, какие ароматы на вас необычно чувствуются, необычно относятся, мне будет очень интересно. Спасибо вам большое за внимание, пишите в комментариях, хотите ли ещё видео про ароматы, спасибо, что посмотрели его, всех вас люблю, всем пока! Пока!